Девушки отдыхают Проход, что ли? Я не понял После развода бывшие супруги продолжают жить в одной квартире Но женщина не утратила нежных чувств к бывшему мужу Когда он женился во второй раз, она поклялась выжить соперницу из дома В результате она сбежала Ну и что толку, что она сбежала? Она сбежала и каждый месяц приходила за деньгами Когда ей что-то нужно было, она все время лезла, все время трепала нервы Если родные люди становятся врагами А отчим и дочь оказываются бывшими одноклассниками Уже не шокирует тот факт, что похороны любимого человека превращаются в место отвратительных разборок Нет, вы знаете, это я вам возьму себе Вот, вот пожалуйста Я сам запомнил, что с ним? Брисов, остановите, пожалуйста Я сам, ваши эти километры уничтожены Верните, поставьте это все Понимаете, это же сумасшедший дом, это же логика Мужчина сдавал свое семя в медицинский центр по просьбе жены Семейная пара решила искусственным путем завести ребенка Неожиданный случай разрушил их планы Муж обнаружил жену с другим Теперь он намерен вернуть свое семя Истец Евгений Старичков предъявляет иск об определении порядка пользования жилым помещением Ответчик Елена Старичкова с иском не согласна И считает лоджию своей территорией Здравствуйте, прошу садиться Меня зовут Старичков Евгений Николаевич Я подаю иск об определении порядком пользования жилым помещением Конкретно лоджии Лоджии? Лоджии, да Смешно Конкретно Не правда ли смешно, да? Ну ладно Ну не так Мелочно я бы даже сказала Подожди, дай мне ответить А вы кто друг к другу приходите? Мы бывшие супруги Мы развелись два года назад Принципиальный вопрос Принципиальный вопрос Вопрос амбиций, да? Принципиальный Дело в том, что два года назад мы развелись с моей бывшей супругой Еленой Я рада этому Дело в том, что после развода мы поделили нашу принадлежащую нам двухкомнатную квартиру пополам То есть мне досталась большая комната, а ей досталось меньше 15 квадратных, мне 18 соответственно Но дело в том, что ей с маленькой комнатой досталась и лоджия Вот о чем сейчас я и прошу суд, чтобы разрешение мне в судебном порядке разделить лоджию на две части Дело в том, что лоджия идет вдоль наших окон То есть из ее комнаты и из моей комнаты Я прошу И что теперь? Я хочу, чтобы каждое окно, каждая комната выходила на свой участок, на свой кусочек лоджии То есть если ему еще большую комнату и лоджию нет, ну это нормально вообще? Другими словами, выйти на лоджию легально через дверь балконную может только ваша бывшая супруга Да А вы можете только через окошко Да Ну и ходите через окно Дело в том, что я бы с удовольствием ходил через окно Но мне надо перегородить Зачем? Чтобы это была моя часть Дело в том, что недавно у меня появилась женщина Он привел какую-то женщину Не надо при нее так Я... Что не надо? Что не надо? Вам говорит ответчица Привел какую-то женщину Не надо при нее в моем присутствии говорить всякие гадости Гадости? А кто гадости вам говорит? Она еще сейчас наговорит Ну давайте Да, конечно Давайте уже продолжайте У меня сейчас появилась женщина Это очень хорошо Она живет со мной в моей комнате Мы подали заявление в ЗАГС То есть это будущая моя законная супруга И мы ждем ребенка Вот и съезжайте Делайте себе свою гнездо И ждите ребенка Никуда я со своей же площади законной не съеду Отвечуца Давайте помолчим все-таки Мы ждем ребенка Соответственно Мы ждем ребенка Или она ждет ребенка? Она ждет ребенка Соответственно мы ждем ребенка Вы тоже готовитесь стать отцом? Я готовлюсь стать отцом Поэтому я пытался с ней договориться по мировому То есть дома На кухне Давай сделаем Обойдешься на кухне дома Давай сделаем перегородку Я и так тебя терплю уже два года Да это я тебя терплю Терпит она Жизнь не дает Дело в том, что Если перегородим лоджию Я подам заявление Есть в соответствующей инстанции Мне разрешат сделать проем Выход на лоджию Тебе никто это не разрешит сделать У меня появится лоджия То есть свежий воздух для ребенка Там же можно сушить и пеленки Но переезжайте в другую комнату Договоритесь с ответчицей И будет вам выход Да конечно Куда она дастся Ваша честь Ему лоджия никогда не была нужна Он еще при браке никогда ничего с ней не делал Это единственное ваше требование? Да? Ну пока единственное То есть вам выделить Что нужно? Что вы отсюда требуете? Я отсюда требую Что в законном порядке Мне разрешили перегородить лоджию Потому что по мировому Я с ней не могу договориться Не договоришься Понятно А при чем здесь суд-то? Объясните Ну что вы с этим судебным решением Я пошел в инстанцию Я должен вам дать разрешение Выпилить там эту Проход что ли? Я не понял Это мне разрешит уже Соответствующая инстанция Вы обратились в эти инстанции? Да Вам разрешили? Нет Сказали когда будет судебное решение Потому что сейчас Лоджия перегородит Это глупо просто В соответствии с гражданским законодательством Ваши права защищаются судом Вот если вам запретили Дали вам письменный ответ Или не ответили вовсе Тогда вы пришли в суд Сказали Я обратился в инстанции Они мне не ответили Или запретили Вот дайте мне пожалуйста Разрешение судебное Вот тогда понятно А сейчас вы приходите и говорите Что ответчица Ответчиком является Бывшая жена Я хочу Выпилить там Чего-то там Какой-то Ваша честь Да они просто хотят Выпилить Не перебивайте меня Хочу выпилить проем А мне Ответчица не разрешает Вот поэтому я хочу Чтобы в судебном порядке Вы запретили Вы меня слышали или нет Вам нужно было обратиться С официальным заявлением В муниципальные власти Какие-то Я не знаю Какие-то Я обращался В БТИ Еще куда-нибудь В архитектуру Я везде написал эти заявления Покажите мне хотя бы Один ответ Ну ответов Ответа нет А зачем вы пришли в суд Вот именно И при чем здесь Отвечется А пришел в суд Он понятно Зачем Потому что Да понятно Это его Гражданская типа Жена его послала Он же интеллигент Вы на него посмотрите Он двух слов связать не может Вы сначала представьтесь Извините Ваша честь Старичкова Елена Вячеславовна Бывшая супруга Вот Да это я понял Непосредственно Вы препятствуете Пользованию балконом Да препятствую Из вредности Да какая тут может быть вредность Ваша честь Мы при разводе еще договорились Мне маленькая комната с лоджией Ему большая Да у него целые хоромы А он сейчас хочет Получается по лоджии Моя тяга Возьмите тогда Переезжайте в большую комнату Хватит мне того Что он и его Видите ли Жена Пользуются всеми остальными Помещениями Поэтому не надо Лоджия Без туалета и без кухни Мы что Слушай дорогой мой Ты свою жену привел в квартиру Может быть вы со мной будете говорить Извините пожалуйста Он привел в квартиру эту женщину Женщина пользуется всеми помещениями Вы бы видели как она пользуется Извините пожалуйста Но она никогда за собой не убирает То есть получается Они еще служанку бесплатную Да она при тебе даже из комнаты боится выйти Я эту лоджию всегда пользовалась Как берите с них деньги Я и так больше Ваша честь Я и так больше Плачу за квартиру Я хочу сказать о том Что лоджия это просто Какой-то непонятный Камень преткновения Она им управляет Она пытается сделать все Чтобы меня выжить То есть меня в маленькую комнату Засунули Ходят передо мной Полуголые Непонятно чего Никогда за собой не убирает А теперь еще Она просто не ходит Она живет на лоджии Подожди Я тебя не перебивала Эту лоджию Занавесьтесь Вот именно Ну а как же Как можно Лоджию это я сама лично Ее утепляла за собственные деньги У меня есть все документы Жаль люди пропускают воздух Это вы бросьте Вот именно Ну это просто смешно Ну что ж такое-то То есть мне маленькую комнату Мне за ними тут Не знаю убирайся Нет Давайте еще лоджию нам предоставим Как вы дальше-то жить собираетесь Дети появятся Слушайте Но в любом случае Будут выходить на этот балкон Не будут они выходить Я буду сделывать все Чтобы лоджию Я не метро тебе не уступлю Я тебе еще раз сказала Слышали? Не уступит И ведь правда не уступит Ну надо как-то Может быть вам разъехаться Вот Была бы возможность разъехаться Был бы мужиком Уже давно взял свою женщину Которая будет Тем более Будущей матери твоей ребенка У вас сомнение Что он мужчина? Я два года развелась Думаете для чего? Для чего? Потому что он Как был тюфяком Как была дура За него сам вышла Так и остался тюфяком За меня вышла И тогда не был тюфяком Сейчас тюфяком стал Я да развелась Только потому что То есть вы признаете Да? Очень интересно Суд удаляется Для принятия решения Далее в программе Кстати она сбежала Ну и что толку Что она сбежала? Она сбежала И каждый месяц Приходила за деньгами Когда ей что-то нужно было Она все время лезла Все время трепала нервы Воспользовавшись Беспомощным состоянием Отчима Коварная падчерица Вывезла из его дома Все материальные ценности А когда мужчина Пришел в себя И стал возмущаться Его обозвали Альфонсом И приживальщиком Нет вы знаете Это я возьму Тебе Вот пожалуйста Я сам за меня Что с ним Присовь Остановите пожалуйста Я сам Ваши секунды Остановите Остановите Верните Поставьте Сумасшедший дом Это же логика Семейная пара Решила завести ребенка Воспользовавшись Программой Искусственного Оплодотворения Муж сдал В медицинский центр Своё семя Но вскоре Обнаружил Измену жены Теперь мужчина Требует Вернуть ему Семя Обратно Оглашаю Решение Суда Истец Заявил Требование О Нечинении Ему препятствий В пользовании Балконом Конструкции дома Не предусмотрен Выход Из вашей комнаты Которую вы занимаете В соответствии С соглашением Со своей Бывшей женой На балкон Документов Каких-либо На перепланировку Вы не представили В суд И не смогли Представить Даже Проектов Которые Обязаны были Передать В органы Которые Разрешают Перепланировку В соответствии С жилищным кодексом Поэтому У суда Нет никаких Оснований Для удовлетворения Ваших требований К ответчику О разрешении Перепланировки Решение суда В иске Отказать Истец Олег Шишкин Предъявляет Иск Об истребовании Имущества Из чужого Незаконного Владения Ответчик Светлана Тетерина С иском Не согласна Утверждает Что забрала Принадлежавшие Матери Вещи С разрешения Отчима Здравствуйте Прошу садиться Слушается дело Об истребовании Имущества Истец Почему Вы хотите Истребовать И на каких Основаниях И какое Какое имущество Значит Я расскажу Сначала Погромче только Рассказывайте Вот здесь Стоит ответчик Светлана Это Дочь Моей жены Как ответчика Зовут Знают Светлана А как зовут Вас Меня зовут Шишкина Олег Андреевич Так вот Олег Андреевич Подробно Расскажите Что за Имущество Какое Имущество И почему Вы хотите Истребовать Имущество Это Принадлежало Моей Покойной Жене Вот Значит Две Норковые Шубы Шкатулка С драгоценностями Кольца Серги Коллекция Старинных Монет Три старинных Фолианта Приблизительной Стоимостью Около Пяти тысяч Долларов Но это Навскидку Я не собирался Их продавать Плазменный Телевизор Пять картин Холодильник И микроволновка Вот Сделала Она Это забрала С поминок Прямо С поминок Моей Жены Ну правильно Ты разрешил Я и взяла Дело в том Что Я был в ужасном Просто состоянии Я очень любил Свою жену Я находился Просто в пространстве Он пьяница Он запил Я не пьяница Но я выпивал После смерти Моей жены Вот Моя жена И до смерти Выпивал Очень долго болела И я очень сильно Очень долго Переживал Вот ее болезнь Потом Когда она умерла Я вообще Плохо соображал После похорон Там было очень много Народу Вот К нам Почему-то Заехал Первый муж Моей жены Виктор Отец Светлана Она дочь От первого брака Ну он естественно Отец поддержать меня Приехал Он не должен был приезжать Он знает Что у нас Нет хороших отношений Ну хорошо Он приехал на похорон Ты будешь решать Кто должен Кто нет Я буду Может быть Вы разрешите ИСУ Рассказать подробно Не перебивая его Извините Ваша честь Извиняю На первый раз Значит Дело в том Что В таком состоянии Они В каком я был Они Появились на поминках На которых Они устроили Просто скандал Неожиданно Ни с того Ни с сего Встала Дочь Моей жены Начала заявлять Что я Альфонс Что я Приживал И что Я женился на ней Только ради того Чтобы поступить Успешно в институт Чтобы сделать карьеру А кто из вас старше? Аспирантура Я на один год старше Понятно Вот Ну в принципе Мы практически Ровесники Вот В этой ситуации В которой я находился Они устроили скандал И Они это кто? Они это Светлана И ее отец Муж Мой Первый муж Моей жены Они устроили Невероятный скандал Решили Отец ее Виктор Он заявлял Что Все здесь Принадлежит Моей жене Что дочь И имеет право На наследство Что прямо сейчас Надо взять Все Поделить Я просто Мне было не до этого Честно говоря Мы Только что Приехали с похорон И вдруг Отобрать и поделить Да Ну просто Зачем Я не понимал Зачем сейчас это делать Но это было Настолько невыносимо Мерзко Настолько меркантильно Как вот дочь Может на похоронах На поминках Своей жены Милицемерная дрянь Вот И я У меня вырвалось Просто я сказал Я не хотел Я вообще не хотел Видеть просто Их уже не мог Я не хотел Чтобы они продолжали Этот скандал У меня вырвалось Я сказал Забирайте что хотите Мне ничего не нужно Хоть сейчас Вот И там был Дядя Славик Светин Дядя Дворюрный брат Жены И я так предположил Что возможно Он уже готовился Он приехал на газели У него большая газель Он помогал Он помогал отвозить людей Вот И он был Он с такой готовностью Он обычно Он всегда пьет Он любитель до выпивки Вот так И пожрать И выпить Тут он не выпил Ни одной рюмки Ни одной рюмки Он не выпил И с готовностью Сразу За две тысячи рублей Она ему предложила Чтобы он помог Ей увезти Все вещи Вот После того Как она Увезла все вещи Я видел Это все происходило На поминках А поминки то Что Во время поминок Вещи уносились Прямо Во время поминок Прямо Во время Вот только После похорон Приехали Понятно Вот И Значит Я все видел Это как она выносила Ну как они все это выносили Но я был просто В цепенении Я был простат Потому что был пьяный И валялся просто Я не мог ничего сказать Понимаете Я Мне просто было Не до этого Я только вот недавно Похоронил А все остальные Были трезвые Любимого человека Я не знаю Что почему-то На поминках Это же не свадьба Чтобы быть всеми пьяными Но вот Пожалуйста Олег Альфонсо Пьяница Да Я выпивал Но мне просто Было очень тяжело Это переживать Когда я опомнился Значит Прошло уже полгода И когда я пришел К нотариусу С документами По поводу наследства Оказалось Выяснилось Что у моей жены Было завещание В котором она указала Именно меня В качестве наследника И все имущество Она отписала мне Вот Поэтому я уверен Что она не имела Что ответчик не имела Права забирать Имущество И я требую Чтобы она вернула Все назад Я прошу Я хочу Чтобы Также у меня есть свидетель Моя мать Которая может подтвердить Как это все происходило Понятно Значит Все документы В том числе Главный документ Завещание Передайте суду И список Да И список Всего того Что было У вас Поминок увезено Ответчице И ее родственниками Ответчица Светлана Викторовна Тетерина Да Ваша позиция по делу Итак Имущество Перечисленное Исцом В данном судебном заседании А именно Шубы Фолианты Кинотеатры Телевизоры Картины И прочее Находятся По мнению Исца В вашем незаконном Пользовании И владении Ваша честь Я с иском Категорически Не согласна Потому что Вот этот Лицемерный Лжец Я Попрошу вас Да Простите Выбирать выражение 9 лет назад Когда он Познакомился С моей мамой Хочу заметить Что мы с Олегом Учились в одной школе И потом поступили В один институт Где преподавала Моя мама Они там Познакомились Он стал за ней Ухаживать Естественно Моя мама Принимала Эти ухаживания И они поженились Ну у него Складывалась учеба Неважно Моя мама Помогала ему Помогала ему Защитить Кандидатскую Получить Дипломы Почему бы Ей любимая Женщина Не помогает Ее защищать Он переехал Естественно К ней домой Они очень хорошо Жили Естественно За счет моей мамы Ездили по всему миру А ты никуда не ездила За счет своей мамы Денег от мамы не получала До того Как был зарегистрирован Брак Ваша мама была Замужем Да За моим отцом За отцом И брак был Расторгнут Только для того Чтобы зарегистрировать Брак с истцом Да Нет Они уже Развелись До этого До Олега Понятно То есть тогда Когда Олег Познакомился С вашей матерью Она была уже Свободной женщиной Да Она была Свободной А вы где жили Я жила с мамой Понятно И после того Когда был зарегистрирован Брак То Где жил Истец У своей мамы Естественно А после регистрации Брака Переехал В мамину квартиру И мне пришлось Выехать К своему отцу Вам пришлось Выехать Поэтому у вас Видимо Сложились Неприязненные Отношения Правильно Я понимаю У меня Никакого Отношения К Олегу То есть Все 9 лет После того Когда Истец Женился На вашей матери Вы Не имели Никаких отношений С ним Правильно Правильно А с матерью У нас Хорошие С мамой Были отношения Как часто Вы виделись Ну По возможности Достаточно Часто Что значит Достаточно Часто Скажите Сколько раз В год В месяц Может быть В неделю Ну как Примерно Раз в месяц Потому что Мама Постоянно Была С Олегом Да ты Что Говоришь Ты Да ты Вообще Ты Приходила К ней Раз в месяц Только За деньгами Сколько Можно Было Трипать Нервы Ей Да Да Она Вообще Не Не Зна Никакого Поведения Нет Нормального А Какие У вас Были Отношения С Ответчицей У Меня С Ответчицей А Какие У меня Могут Быть С Ней Отношения После После Регистрации Брака Какие У меня Могут Быть С Ней Отношения Она Человек Самостоятельно Все Вопила Что Я Все Сама Что Я Буду А Как Ее Мать Относилась К тому Что Редко Виделась С дочерью Ну Как Она Может Относиться Она Жлюбила Свою Дочь Как Она Может Относиться Она Все Терпела От нее Все Что Можно Переживала Да Она Переживала Ну Я Естественно А Почему Переживала Написала Завещание На Вас А не На Нее Моя Жена Правильно Сделала Что Оставила Мне Наследство С вашей точки зрения Конечно Продолжайте Продолжайте Потому что Дочь вела себя Просто неподобающе Она Издевалась Она Все время Вставляла Какие-то Мелкие Гадкие Колкости Все время Говорила Что Я Ей не пара Что мы Не подходим Друг Другу Доводила Ее У нее И так Было Не очень Хорошее Здоровье Скажите Пожалуйста Какой У вас Сейчас Заработок В месяц У меня Сейчас Заработок Никакой Около 60 тысяч Плюс потом 20 Там еще На дополнительных Занятиях Больше 60 тысяч Рублей В месяц Приличный Заработок А ваши Доходы Месячные А у меня Всего лишь 20 тысяч 20 тысяч А у Супруга Ну у меня Нет супруга К сожалению Да она Ревновала Просто Вы что Не замужем Что Матерь А дети Тогда Откуда Ну вы знаете Дети Берутся Не обязательно Быть замужем Какие Либо Дополнительные Доказательства У сторон Имеются Может быть Свидетели У меня Есть свидетель Это моя Мать Она все Видела Она в курсе Пригласите Пожалуйста Мать Истца В качестве Свидетеля Свидетель Истца Пройдите Здравствуйте Я Шишкина Тамара Сергеевна Ну я так Понимаю Что вы Мать Истца И Ответчика Вы тоже Хорошо Знаете Отлично Тамара Сергеевна Вы понимаете Почему вы В суде Да Да Ваш сын Требует Возврата Имущества Как вы Относитесь К этому Иску Он Справедливо Требует Как Я бы Сначала Начала Всю Семейную Жизнь Дело В том Что Действительно Когда Сын 18 лет Заявил Что он Женится На женщине Старше Его Я была против Но Аллочка Оказалась Такой Мудрой Умницей Женщиной Причем Она Потрясающе Выглядела И как Жизнь у них Сложилась Прекрасно Она Мы Поссорили С ним Она Нас Помирила Так вот Отравляла Жизнь Светочка Светочка Семейкой Что Они Устроили После Кладбища На поминках На поминках Так Оскорбляли Как она Сейчас Сына Маму Свою С своей Мамой Как она Обращалась Несправедливо Да Сын Как положено На поминках Выпил И я Заявляю Совершенно Твердо Что он Не осознавал Когда разрешил В этом Гое Они его Оскорбляли Привлекли Дяди Славика С газелью Чтобы две ходки Сделать Извиняйся Ваша честь Две ходки С имуществом Я понял Да Вот мы На газели Да Да Представляете Как все это Было продумано Как это Хитро Сделано Чтобы человек Он не может От такого Горе Полгода Отойти Он работает Конечно Все Но чтобы имущество Он утром Проснулся После поминок Говорит Мама А почему пусто Я говорю Ты сам разрешил Потому что Было не до того И как они Эта хватка Сделали Вот А у Олежика Присем Характер Твердый Он у меня Поздний сын Ребенок Вот И как с Аллочкой Они жили 9 лет Она Окрыленная Была Почему Она очень Успешной Женщиной Была До этого Достаточно Скромно Жили Поэтому Она С ним Отдыхала Как утверждает Она Свете давала Светочка Вспомни Я свидетелем Была Понятно Это не имеет Отношения К делу А к делу А к делу Имеет Вот что Отношение Значит Я хочу Все-таки Понять До какой Степени Нужно было Находиться В бессознательном Состоянии Чтобы Разрешить Сделать Как вы говорите Две ходки Он находился В этом состоянии Все-таки Из-за того Что был В алкогольном Опьянении Или потому что Находился В состоянии Из-за смерти Жены Из-за смерти Он ее любит И это горе И какие-то вещи Это так не имело Почти значения Да мне вообще Ничего А полгода прошло И вещи стали иметь значение Да И уже живет Другой бабой Мы как за Это соответствует Действительности Нет Много лжей Много лжей Это наглая клевета Да А в каком Жилье вы сейчас живете В жилье жены В моей матери Он и так живет В этой квартире И бабу привел туда Никак Что Понятно Ну Ему помощница Это не имеет отношения К делу Не была помощница Он зарегистрирован По этому адресу Поэтому может жить С кем хочет И как хочет Дополнительные свидетельства Стороны могут мне предоставить? Нет Нет Удаляюсь для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Нет Вы знаете Это я вам возьму И тебе Вот пожалуйста Я сам с вами Что с ним Присоп Остановите пожалуйста Я сам Остановите Остановите Верните Поставьте Это же Сумасшедший дом Это же логика Мужчина сдавал свое семя В медицинский центр По просьбе жены Семейная пара Решила искусственным путем Завести ребенка Неожиданный случай Разрушил их планы Муж обнаружил жену с другим Теперь он намерен Вернуть свое семя Оглашается решение суда Судом установлено Что истец Заявил требования Об истребовании имущества Из чужого незаконного владения Истец основывает эти требования На том Что имеется завещание По которому Все имущество Перечисленное В этом списке А именно Шубы Коллекции Фолианты Кинотеатры Картины Холодильник И микроволновка Находятся Именно в вашем Незаконном владении Основываясь Гражданским кодексом Мне ничего не остается сделать Как удовлетворить Эти требования Потому что вы Обманным путем Забрали это имущество Письменных Никаких свидетельств О том Что это имущество Было передано вам В дар На основании договора Дарения Вы предоставить не смогли Поэтому вам придется Все это имущество Вернуть Решение суда Вам понятно? Удовлетворен Ваш иск В полном объеме Окончено Слушание дела Решение суда Иск удовлетворить Истец Николай Истомин Предъявляет иск О расторжении договора О медуслугах И о возврате Принадлежащего ему Биоматериала Ответчик Директор медцентра Утверждает Что может отдать Биоматериал Только с согласия Жены истца Здравствуйте Прошу садиться Слушание дела Открыто Представьтесь Сначала Николай Александрович У меня иск К медицинскому Центру О расторжении Договора И о возвращении Мне Моего Моего биоматериала Ваша честь Дело вот Возвращение чего? Моего биоматериала Понятно Слушаю Ваша честь Суть дела Усвоится Вот к чему Год назад Мы с женой Обратились В данный медицинский центр Я сдал Свою семину Свою сперму Для Для программы Искусственного оплодотворения Поскольку До этого У нас Женой Как бы Естественным путем Детей не получалось Вот у меня есть Договор Пойдите пожалуйста Передайте мне Это договор С медицинским центром Понятно Так И тут я Узнаю Что у моей жены Любовник Вот что Она живет Не только Со мной Но еще С одним мужчиной Поэтому Вы это узнали Доподлинно? Да Я это лично Видел сам Я их вместе Застал Вот И поэтому Я считаю Что Сейчас иметь детей От этой женщины Я не хочу Потому что Нет смысла Неизвестно Чей это будет Сын Дочь Меня Или Любовника Моей жены А у нее Все таки Есть желание Расстаться С вами Как с мужем Для меня это Не имеет никакого Значения Я с ней жить Не буду Вам известно О желании И намерениях Жены вашей Известно Какое? Что она хочет иметь От меня детей Но это не факт Что это будет мой Ребенок ваш Понимаете? Понятно Так Ну продолжайте Вот Более того Знаете Тут такой случай Был у нас У меня Один мой знакомый Был тоже Та же самая ситуация Буквально Вот У них Женой Был Ребенок Все было замечательно Потом Он узнает Что у нее был Любовник Соответственно Они развелись И сейчас он платит Алименты Ну и зачем мне это надо Я платить алименты Непонятно За кого Не хочу Если у нее есть Любовник Это будет Ребенок От него Пусть он платит А я не буду платить Поэтому я хочу Ну хорошо А проблема-то в чем? Ну расторгайте тогда договор Нет, ваша честь С медицинским учреждением И все Нет В такой ситуации Я уже не верю никому вообще Я хочу лично Убедиться Что это все уничтожено Что Моей спермы больше нет И ни одна женщина Ни моя жена Ни кто-либо еще Больше не воспользуется Объясните Почему вы не можете Отдать материал И сует Тогда проблемы никакой нет И зачем вы сюда принесли Я так понимаю Там и находится Биоматериал Да, ваша честь Я директор медицинского центра Я доктор наук В этом чемоданчике Действительно Находится Биоматериал Истца Это мой биоматериал Продайте его мне Принесла я его сюда Потому что Я просто боюсь Что будет у нас Криминальная ситуация Уже началась Какая-то уголовщина Да, объясните Год назад Мы заключили договор С семьей Истоминых Договор Как вы видите Ваша честь Трехсторонний То есть подписанный Со стороны Одной стороной Исполнителя Наш И заказчика Две подписи Господин Истомин И госпожа Истомина В договоре Прописано Извините Это страница Номер 2 Пункт 3.2 Так Я Позвольте Зачитаю Я копию Принесла У нас гласный Суд Да Икулят Сдаётся Истоминам НА Дали донор По взаимному Согласию С Истоминой ЕВ И используется В программе ЭКО Для воспроизводства Потомства Супругов Истоминых Это медицинское Название И что? Пункт 3.3.4 Я понял Значит Вы ссылаетесь На пункт 3.4 По которому Не можете Без согласия Жены передать ему Этот материал Вы подписывали договор Помните Этот пункт 3.4 Да Ваша честь Я подписывал Но Там чётко сказано Буквально В последних Там Строках Написано Что Этот договор Может быть Аннулирован Любым Лицом Из этих Подписавших И в любое время Вот что я Собственно И хочу Дело в том Что вторая сторона Третья сторона Подписавшая этот договор То есть Супруга Господина Истомина Она требует Совершенно Обратных Действий Она требует Чтобы Ей Подсадили Эмбрион Который уже Мы готовы Мы год работаем Мы сейчас Наступим Когда мы готовы Продолжать Нашу работу Она пришла Ко мне в кабинет Вся в слезах Всё объяснила Пыталась Давить на жалость Я всё понимаю Она просит И она имеет На это право Потому что Она тоже Такая же Сторона Этого Соглашения Она может В конце концов Дать Это же Всё-таки Моё А не её Вы знаете Расскажите Пожалуйста А кто Производил Оплату По этому Договору Это ваше Но Оплату Кто производил Оплату Это были Мои деньги Да Ваша честь Это были Его деньги А платил То кто Подпись стоит На платёжных документах Позвольте Передать вам Да Передать Платёжный документ И что вы скажете Кто подписал Ответчик Почему Я не могу Позволить себе Отдать Пожеланию Господина Истомина Ему Биоматериал Ну почему Объясните Потому что Его супруга Оплатила И подпись Её На приход Ну начинается Что же Эти деньги Это мои деньги Я сам Пахал Я заработал Эти деньги И я что На каждой купе Должен ставить Свою личный штампик Что ли Что это мои деньги Ну хорошо Давайте Будем тогда решать Что делать Вот с этим Экулятом Или может быть Сначала Допросим В качестве Свидетеля Вашу жену Правильно Это суд решит Нет вы знаете Это я возьму Тебе Вот пожалуйста Я сам Что с ним Остановите пожалуйста Я сам Ваш честь Остановите Остановите Верните Поставьте Это же Сумасшедший дом Это же логика Встаньте На свое место Пригласите Свидетеля Ответчика Жену Истца Вот верьте Ваша честь У нее кто Свидетель Свидетель Ответчика Пройдите То же самое Что я Предвидел Год работы Коту под хвост Здравствуйте Как вас зовут Екатерина Истомина Екатерина Валентиновна Екатерина Валентиновна Вы понимаете Почему Вы в суде Помогите мне пожалуйста Моя жизнь Моих детей Будущих В ваших руках Потому что Я люблю его Я хочу детей Только от него Ваша честь Я не знаю Что мне делать Я уже неделю Не сплю Не ех Не хочется жить Я не знаю Что мне делать Екатерина Валентиновна Ваш муж Принял это решение Потому что Увидел Что вы не верны Ему Как жена Как женщина Ну было так Но меня бес попутал Но я люблю его Мы детей ждали Очень долгое время Мы не могли Иметь детей Но я хочу Только от него Детей Мне никто не нужен Я люблю его Я люблю его Мы этот договор Вместе составляли Вместе ходили Вместе старались Чтобы я родила Ему детей И что же мне Теперь делать Сейчас я не хочу От тебя детей Как ты можешь понять Поймите что Ну что же Это все значит Просто так Все заключено Я платила деньги Это я платила Вот пожалуйста Посмотрите Я хотела от него детей Но это не важно Кто платил Это деньги Общее совместное имущество Поэтому Суть не в этом А суть в том Что без согласия мужа Воспользоваться этим материалом Вы не сумеете Поэтому Вы приходя сюда Должны были Добиться бы Такого-то Все-таки Расположение мужа А здесь я вижу Сейчас что у вас Конфликт продолжается Ваша честь Понимаете Уже были заседания Суда По поводу Нашего с ней Как бы развода Скажем так Вот Но я вижу Вам дали Три месяца На размышление И на примирение Ну понимаете Сколько может всего За эти три месяца быть Вот из этого Маленького флакончика Из этого маленького Флакончика Как правило Не рождается Один ребенок Как правило Рождается двойня Тройня Это известно Ну и что Нет Нет Ваша честь Понимаете Все-таки Как бы Платить Алименты Пусть это будут Мои дети Пусть Но после того Как мы Уже вместе не живем И мы Платить за эти За одного За двух Сколько там выйдет Я не знаю Детей Смысла нет Никакого Понятно Другими словами Ваши аргументы Такие Что лучше Ничего не платить И не иметь детей Да Пусть Вымирать Народ наш будет Правильно я понимаю Удаляюсь для принятия решения Оглашается решение суда В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации О применении Вспомогательных Репродуктивных Технологий В терапии Женского и мужского Бесплодия Решения о применении Спермы мужа Или донора Принимаются Пациентами По совету врача Таким образом Это решение Должно быть принято Двумя пациентами Как следует Из нормативного акта В связи с этим Я Оценив все доказательства Оценив Волеизъявления Истца Принял решение Об удовлетворении Его требований О передаче Иекулята То есть Биоматериала В его пользование При этом Решение суда Подлежит Выполнению Немедленно Обеспечьте Выполнение Решения суда Решение суда Иск удовлетворить Света Ну ты понимаешь Сама что Дядя Славик С тобой разберется Ты понимаешь Сама что Ты не виновна Мерзкая гнида О чем разбираться Да чтоб ты сдох Да так как оно и должно быть Будьте любезны Мне это Отдайте Моё Как вот Нет 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 Нет